Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале Союз Церковный Календарь. Сегодня понедельник, 21 сентября по новому стилю или восьмое по старому. И сегодня Православная Церковь торжественно отмечает двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а также память святых XX века, преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских. Также прославляются сегодня образы Божьей Матери – Почаевская, Рождество Богородицы Сиамская, Рождество Богородицы Исааковская, Домницкая, Холмская, София – Премудрость Божия, Киевская, Рождество Богородицы Лукьяновская, Знамение Курская Коренная, Рождество Пресвятой Богородицы Глинская, Леснинская и Хлебная. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, наверное, каждый православный крестьянин знаком с историей Рождества, жизни и подвига Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня, думаю, все с радостью обновят в памяти те сюжеты, что сохранило для нас священное предание Церкви. Мы торжественно празднуем появление на этот свет маленькой девочки, той, которая будет дана великая благодать и великое горе. Быть матерью на земле всемогущего Бога, Господа нашего Иисуса Христа, и пережить мучительную гибель своего единственного сына. Самое тяжкое испытание, что может быть дано женщине, ожидало маленького младенца, появившегося на свет. Самое ответственное поручение на планете за всю историю человечества было поручено ей. И когда кто-то начинает говорить, что христианство принижает роль и значение женщины в обществе, напрашивается один вывод – этот человек просто ничего не понимает в христианстве или путает христианство с теми человеческими слабостями, что могут проявлять люди в церкви, часто весьма далекие от святости. Конечно, великой чести сподобился мужской пол, ведь Бог воплотился именно мужчиной, но в этом нет никакой нашей заслуги. Вспоминается притча об осле, который вез спасителя в Иерусалим и думал, что это его, осла, так торжественно встречают. А с женщинами все гораздо серьезнее. Через подвиг Пресвятой Девы женский пол заслужил себе славу, славу, которая выше Серафимов и Херувимов. Когда мы говорим о грехопадении рода человеческого, то, положа руку на сердце, наверное, стоит уже признаться о себе, что виноваты и Адам, и Ева одинаково. Оба согрешили. А вот исправилась, будучи обычным человеком, только Ева. Точнее сказать, новая Ева. Даже и в евангельской истории, какие примеры мы видим в мужских и женских персонажах? Женщины следуют за спасителем до креста и первыми становятся свидетелями славного Христова воскресения. А мужчины где? Иуда предал, Петр отрекся. Все они не верили мироносицам до последнего момента, пока воскресший Господь сам лично не предстал пред ними. И при всей женской силе и мужской слабости Господь не меняет установленного порядка. И мы читаем у апостола Павла, «Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И снова мирские люди начнут говорить о принижении женщины, о дискриминации. А в словах апостола спрятана очень суровая и жесткая правда – в семье не может быть равенства. Кто-то обязательно будет доминировать, кто-то будет вынужден подчиняться. Ведь каждый из нас, когда строит дом и имеет в распоряжении разной прочности кирпичи, прочные всегда положат ниже, в основание. Значит ли это, что строитель не уважает хороший прочный материал? Да нет же, наоборот, мудрый строитель просто знает, как сделать так, чтобы дом стоял долго и выдерживал большие нагрузки. И Господь, как мудрый строитель семьи, дает свое поручение сильным духам – подчиняться, слабым – главенствовать. Ведь все мы знаем, что если на работе хороший подчиненный и плохой начальник, то дело устоит. А вот если плохие подчиненные и хороший начальник, то уже ничего не поможет. От плохого начальства страдают подчиненные, а от плохих подчиненных страдают все – и начальник, и все дело. Потому-то Господь и говорит женщинам, родные, сильные мои и верные, подчинитесь мужьям, потому что им будет не под силу подчиняться вам. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте здраво взглянем на мужской и женский пол, и пусть женщины не беспокоятся об унижении своих прав и свобод, а мужчины пусть не кичатся своей богоизбранностью. Скорее нам, мужчинам, нужно носить на себе печать скорби, мы не оправдываем чести, оказанной нам, спасителем нашим, осветившим мужской пол своим Рождеством. А женщинам зато нужно воспрянуть духом и сегодня особенно радоваться и веселиться в день рождения величайшей заступницы всех женщин, Девы Марии, заслужившей для слабого пола непреодолимую фору в духовном совершенстве по сравнению с нами, мужчинами. Но милостью Божией Пресвятая Владычица наша помогает всем нам, всем с верой, притекающим к ее святым изображениям, просящим укрепить наши духовные силы, чтобы все мы могли с трезвым умом и чистым сердцем вместе с ней ко Господу взывать Свят, 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 Господь Саваоф исполн неба и земля, славы Твоей Я. Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго, дорогие телезрители.